Всем привет! Сравнение смартфонов Samsung Galaxy A52 двух разных версий на 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной памяти против версии на 4 гигабайта оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти. То есть разница по оперативке и встроенной памяти в два раза между этими устройствами. Так, начнем с включения. Посмотрим, кто быстрее загрузит систему. Дожимаю кнопки одновременно и смотрим, будет ли разница по скорости включения данных смартфончиков. В фейлии этом цвете это 8 256, в черном цвете вот справа это 4 128. В принципе, да, то что я смотрел, вот именно по оперативной памяти, по многозадачности 4 гигабайт хватает с головой. То есть разницы по этому параметру не будет. То есть мы можем ставить там Google карты, там еще какие-то карты, Play Market, какую-то тяжелую игрушку. Ну, все это одновременно в оперативной памяти держится и там, и там. По разнице включения, в принципе, разницы никакой. Открываем настройки. Так, сведения о телефоне, сведения о программе обеспечении. Так, это все есть. Одна и та же версия прошивки. Смартфончики получили обновление уже после включения, и там, и там установлено. Закрываем. Так, давайте откроем Play Market, например. Вот, синхронно открываются, то есть по скорости работы. В простых программах разницы вообще не будет. По мультизадачности 4 гигабайт хватает с головой. Откроем тяжелую игрушку PUBG Mobile. Одновременно смотрим, будет ли разница тут, только по скорости загрузки. Сама игра работает одинаково. Вот, по скорости загрузки я не смотрел. Кто будет быстрее. Ну, в общем, синхронно идут. Там вот, может, где-то чуточку раньше нажал. Но так вот, видим, загрузка идет синхронно на устройствах. Тяжелой игрушки. И сейчас перейдем к бенчмаркам. Да, будет интересно, как бенчмарки покажут. Ну, в общем, да. Одновременно загрузили тяжелую игру PUBG Mobile. И смотрим по бенчмаркам, что у нас, какие цифры получаются. Начнем с Geekbench. Так, одноядерный и мультиядерный тесты, это по процессору. Вот, 70 пунктов, скорее всего, не просто так. То есть, будет чуть-чуть преимущество по мультиядерному тесту. Хотя, не факт, возможно, это такая статистическая погрешность. Вот, по мультиядерному тесту 40 пунктов, ну, тоже такое себе. Смотрим Antutu Benchmark. Тут должно быть более ясно. Кстати, Antutu Benchmark на эти устройства идут разные версии. Потому что на 4 гигабайт оперативки он докачивает Antutu 3D Bench Lite. На 8 гигабайт идет обычный Antutu 3D Bench. Так что тут, вот, видим, есть разница по цифрам. То есть, как бы, общий тест системы показывает, что мощнее будет Galaxy A52 на 25 тысяч пунктов почти. Это такой, ну, уже существенный результат. Но, в принципе, только этим, в отличие от того, для большинства пользователей, будет вот цифрами в Antutu Benchmark. Потому что ни по скорости загрузки, ни по многозадачности, да. Потому что, ну, возможно, если там открыть 20 программ одновременно, да, уже будет какая-то разница. Но для большинства пользователей это просто не имеет никакого смысла, да. Обычно там внутри 4, возможно, 5 программ. Это максимум тяжелых программ, которые будут работать одновременно. Но они также работают и на 4-гигабайтной версии. Так что, в принципе, основная переплата, основная разница между данными версиями для большинства пользователей будет именно только во встроенной памяти. Потому что разница существенная. 256 гигабайт, ни про какие microSD-шки можно даже не думать. Этого для подавляющего большинства будет достаточно. Да, в принципе, даже и 128 гигабайт, ну, не для подавляющего, но для большинства будет достаточно. Вот, так что, тут вот именно за это в основном идет переплата. За 256 гигабайт памяти. Хорошо, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maxi Mobile, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!